Чудовищная война, наверное, по своему цинизму, не знающая себе вообще равных в мировой истории, это преступление против человечества, по большому счету, это попытка геноцида украинского народа, заявленная, в принципе, вслух. Они просто, к сожалению, продемонстрировали свое истинное, даже лицом это не назвать, как этот ащер, этот аскал. Вот в чем большая проблема. Распространена очень сильно тоже совершенно несоответствующая действительности картина о том, что якобы там русские не проигрывали. Русские еще как проигрывали? Огребали и проигрывали постоянно. То так как они, по-другому не скажу, огребли в Украине, такого фиаско, такого позорища, по-моему, не было вообще за всю историю никогда. Вообще никогда. И главное, что они продолжают. Вы понимаете, это не безумие. Всей душой предчувствую победу Украины в достаточно обозримом времени. Побеждают люди голыми руками, духом своим. Понимаете, дело в том, что тут не потому даже только что отвага, которая, безусловно, великая смелость и профессионализм армии, это все так. Кроме этого, украинцы превосходят интеллектуально. Они никак этого не могут понять. Украина вынуждена воевать не просто с армией, а с террористической организацией, которая вместо того, чтобы воевать с военными, которые вышли готовы к бою и готовы этот бой отражать, вместо этого что? Вместо этого авиация бомбит мирное население, убивая женщин, детей. Но не будет лучше, понимаете? Он зашел настолько далеко сегодня, уже зашел, что ему не может быть ни оправдания, ни снисхождение, ни еще чего-то. Он уже себя категорически разместил по ту сторону, где все военные, там, крупные преступники мировые. Он уже оттуда не выберется. Соответственно, оттуда он будет только терроризировать. Сегодня Украина вообще задает новый мировой тренд. Сегодня Украина – это большая, могучая, классная, талантливая страна. И действительно, 40 миллионов человек, которые совершенно не собираются, каждый на своем месте, совершенно ни в чем уступать. Это, конечно, непобедимо.